МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Мария Рудая. Сегодня у нас в гостях Юрий Николаевич Гребнев, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите вас поздравить с наступающим Новым годом. И вот, наверное, это то самое время подводить итоги. Вот расскажите, пожалуйста, об итогах года уходящего. Как правило, мы их все-таки подводим где-то в феврале, после того, как состоятся итоговые коллеги Федеральной антимонопольной службы. И именно тогда мы узнаем, хорошо мы работали на территории Рязанской области или не очень. Нам будет присвоен определенный рейтинг среди субъектов Российской Федерации. Ну, что касается 2018 года, то в конце прошлого года, в 2017 году был принят указ президента Российской Федерации об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. И как раз наша задача была направлена на выполнение данного указа. Если говорить коротко, этот указ предусматривает развитие конкуренции не только в Рязанской области, но и на всей территории Российской Федерации. А конкуренция, как правило, ведет к улучшению жизни всего населения. Уровень жизни увеличивается. Я могу даже привести конкретный пример, когда это явный пример, когда конкуренция привела к тому, что цены были снижены на услуги сотовой связи. Если кто помнит, то когда начиналась сотовая связь, стоимость услуг была настолько высокая, что небольшой процент населения мог пользоваться услугами сотовой связи. И в процессе развития конкуренции, когда на рынке стали появляться новые операторы, происходило снижение как сотовых телефонов, так и услуг. И в настоящее время эта услуга нисколько не дороже, чем стационарный телефон. Поэтому вот это наиболее яркая отрасль, когда развитие конкуренции привело к существенному снижению тарифов. И поэтому указ как раз направлен на то, чтобы таких отраслей было как можно больше. И чтобы в конечном итоге происходило снижение цены на товары, работа в услуге. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, раз уж речь зашла о тарифах на сотовую связь, вот сейчас бывают письма счастья, а тут смски счастья начали приходить рязанцам о том, что с Нового года повышает как раз тарифный план на услуги сотовой связи. Вы как-то это регламентируете, контролируете? Ну вот, что касается сотовой связи, то так как это все-таки конкурентная среда, то самостоятельно операторы сотовой связи устанавливают тарифы. И если происходит повышение цен, ну, с 1 января это, вы знаете, налог просто повысился, НДС, да, с 18 до 20 процентов, поэтому вот это повышение, если это связано с повышением налога на добавленную стоимость, и поэтому увеличивается цена, то здесь уже, ну, так получается, просто повышение налога. Поэтому я бы даже не сказал, что это повышение цен, которые оператор сам желает осуществить. Но это вынужденные меры. И поэтому я, кстати, тоже у меня есть несколько телефонных номеров, я пока такое письмо счастья не получил. Мы уже практически все получили. Ну, возможно. Нет, если здесь будут какие-то злоупотребления, тогда антимонопольные органы, естественно, мешаются. Если это связано просто с повышением налога на добавленную стоимость, то, наверное, здесь уже нет нашей компетенции. Ну, раз уж мы итоги подводим, такие вот, был очень спорный вопрос, очень серьезный вопрос, который на федеральном уровне обсуждался, это повышение, летнее повышение цены на бензин. Не можем мы с вами этого не затронуть, этот вопрос сейчас все стабилизировалось, правильно? Да, но когда было повышение цены на бензин, действительно, федеральная антимонопольная служба правительства Российской Федерации мешалась в эту ситуацию. Но, может быть, территориальное управление в этом принимало не такое участие, как центральный аппарат, но в настоящее время цены стабилизировались. Что касается Рязанской области, то как раз у нас одни из наиболее низких цен в центральном федеральном округе, и даже, я думаю, что в Российской Федерации. И здесь, конечно же, определенную работу и Министерство Рязанской области, и правительство Рязанской области, и Федеральная антимонопольная служба, естественно, определенную работу провели. И пока, вроде, опасений нет. В новом году не ожидается? Что касается остатков, может быть, когда, скажем так, заморозка цены, она чем опасна? Тем, что может наступить дефицит товара. Поэтому, когда происходит такая стабилизация цен, то, естественно, необходимо также следить за остатками данных товаров. Вот что касается остатков, то здесь дефицит не наблюдается. Поэтому здесь такая картина хорошая. И цены не повышаются, и остатки. То есть прогноз нормальный? Я полагаю, что прогноз благоприятный. Да. Хочется надеяться, и будем надеяться, потому что Новый год, и все хорошее должно происходить в новом году. Что цены на нефтепродукты должны быть стабильны. Вот на нефтепродукты стабильны. А вот под новогодней вот этой суматохой не будет ли повышения цен на продуктовые товары? Ну, я полагаю, что не должно такого происходить. Хотя, конечно, что касается рыночной экономики, то если повышается спрос, то повышается, может повышается и цена. Но я полагаю, что в данном конкретном случае вот этот закон рыночной экономики нас минует, и пока антимонопольный орган жалобы не получал на повышение цен на продукты питания. Я полагаю, что так и будет дальше. Если потребитель, как раз вот именно покупатель, да, увидит какие-то несоответствия цен, может к вам обратиться любой человек, правильно? Ну, понимаете, здесь есть какая-то особенность, я уже об этом говорил, что касается розничной торговли, то все-таки это сегмент экономики, который не монополизирован, как правило. Но если это не идет речь, например, о реализации наркотических лекарственных средств. Этот рынок не монополизирован. Там, где рынок не монополизирован, все-таки антимонопольный орган старается не вмешиваться. Да, это правильно, потому что нет законных оснований вмешиваться, когда хозяйствующий субъект, отсутствует хозяйствующий субъект, который занимает большую долю. Я полагаю, что все будет хорошо, но если вдруг произойдет резкое повышение цен, то есть определенные механизмы, они предусмотрены законом об основах торговой деятельности Российской Федерации, такие механизмы есть. Но их применяет даже не субъект Российской Федерации, а только правительство Российской Федерации. То есть не правительство Резенского, правительство Российской Федерации есть такая необходимость каким-то образом заморозить цены на социально значимые продукты питания. Но пока вопрос об этом даже не стоит. Пока все благополучно. Пока все благополучно. Пока еще акции, скидки новогодние. Да, сейчас все наоборот. Сейчас даже цены несколько... Ну, акции, да, причем существенно хорошие акции. То есть мы можем рязанцев успокоить? Ну, я хотел бы вас всех успокоить, да. Скажите, пожалуйста, что еще вот такого важного, серьезного произошло, случилось в уходящем году? Ну, мы занимаемся сейчас и будем заниматься в 2019 году, это, конечно, картели. Картели – это как раз та ситуация, когда хозяйствующие субъекты, которые даже не доминируют на рынке, могут между собой сговориться и произойдет повышение цен. Это называется картель. Картель – это такая вещь, которая для экономики губителя. Что касается Рязанской области, то в прошлом году мы такое дело по картелям рассматривали в отношении медицинских компаний. Сейчас мы как бы выходим на финишную прямую. Почему? Потому что решение принято, но хозяйствующие субъекты, участники картеля обратились в арбитражный суд. И я полагаю, что в январе-феврале дело должно быть завершено в арбитражном суде. И вот мы знаем окончательный вариант. В 2019 году это направление будет приоритетным. В 2018 году мы уже возбудили дело в отношении строительных компаний, которые создали картель. И это приводило к повышению цен на торгах. Когда хозяйствующие субъекты, участники торгов… Торги что это такое? Идет игра на понижение. В данном случае для того, чтобы понижение не происходило, хозяйствующие субъекты сговорились между собой. Это привело к тому, что цены были высокими. И поэтому мы возбудили дело в ФАСП Рязанской области. И в следующем году такой картой мы будем рассматривать. И это приоритет. Вы знаете, что мы также рассматривали дело по горячей воде, когда жители Рязанской области, то есть города Рязани, остались без горячей воды. Но, как ни странно, когда мы стали рассматривать это дело, то мы пришли к выводу, что все-таки здесь есть вопросы не только теплоснабжающей организации, но и к органам местного самоуправления, то есть к администрации города Рязани. Правила таковы, что при любых обстоятельствах прекращение поставки воды не может продолжаться свыше 14 суток. Но если по какой-то причине требуется дополнительный ремонт, то именно органы местного самоуправления в том числе должны обеспечить население горячей воды. Именно органы местного самоуправления. То есть если он разрешает, положим теплоснабжающей организации, прекратить поставки воды на срок более 14 суток, то в дальнейшем он сам должен обеспечить. Как это он будет делать? Вопрос ответственности органам местного самоуправления. И все-таки, когда вот стали мы работать с теплоснабжающей организацией, вот мне показалось, что все-таки, что касается теплоснабжения, то на территории города Рязани, по крайней мере, дело улучшается. Потому что вот у нас был такой случай, когда поступила жалоба, это было где-то уже в сентябре, в октябре, нужно было пускать тепло в дома, а ведомственная котельная, она не поставляла. Это на улице Лесопарково, насколько я помню, да? Да, не поставляла, да. Не хотела поставлять горячую воду. И в данном случае теплоснабжающая организация очень оперативно отреагировала на просьбы жителей и проложила 600 метров новой теплотрассы к жилым домам за короткий промежуток времени. То есть оперативно отреагировала на просьбы жителей. И в результате отопитный сезон в указанных домах на часа вовремя. То есть если бы всегда у нас теплоснабжающая организация так оперативно реагировала на проблемы, которые возникают, то, конечно, претензий со стороны этих монопольных органов вообще-то никаких нет. То есть вот эта положительная тенденция в работе теплоснабжающей организации города Рязани, она радует. Я полагаю, что если такая тенденция продолжится в 2019 году, это будет большой подарок. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, что нового ждет именно в отношении антимонопольного законодательства в новом году? Или вот работа будет идти уже по протаренной дорожке? Ну, протаренной дорожки как таковой нет. У нас творческая работа. Это, конечно, выполнение указа президента, о котором я раньше говорил. Но это создание на территории Рязанской области Российской Федерации такого понятия, как антимонопольный комплаенс. Но я не буду вдаваться в подробности. Это очень новогодняя такая тема. Смысл заключается в том, что органы местного управления, государственные органы должны создать такой механизм, который позволяет им самим устранять нарушения антимонопольных законодательств на стадии замысла, скажем так. То есть внутри необходимо, чтобы, скажем, органы местного управления и органы власти наладили контроль внутри себя для того, чтобы не допускать нарушения антимонопольных законодательств. Потому что, чтобы можно было сказать о том, что у нас органы власти, органы местного управления антимонопольные законы не нарушают. Идея такая, что касается антимонопольных комплаций. В плане рекламного законодательства что-то будет новое? Потому что, насколько я помню, не все благоприятно было в Рязани с рекламными счетами. Там нарушения были устранены, но все же. Ну, это текущая работа. Это работа, которая не связана с какими-то инновациями. Это то, что будет продолжаться. Естественно, все вопросы, все наработки, весь контроль, который обязан осуществлять антимонопольные органы силы закона, он будет продолжаться. А что касается рекламы, такая же вытрепещущая тема. К сожалению, мы хотим сказать о том, что навязчивые звонки, навязчивые СМСки продолжаются до сих пор. Здесь, конечно, есть определенная проблема, связанная с тем, что были внесены изменения в действующее законодательство, которые направлены на то, чтобы малый и средний бизнес, он чувствовал себя более комфортно. И поэтому, но это приводит к тому, что первое нарушение, которое совершает малый и средний бизнес в ряде случаев, он не может быть административно наказан, выносится только предупреждение. И поэтому здесь, естественно, есть определенные проблемы для того, чтобы сдерживать нарушение антимонопольного законодательства, особо и рекламного законодательства, конечно. Поэтому здесь есть определенные проблемы, как-то их надо будет решать. Пути решения вы уже видите? Или это предстоит как-то... Пути решения в данном конкретном случае это должен быть более жесткий контроль. И если совершено повторное право нарушения, то здесь уже антимонопольный орган имеет право привлекать к административной ответственности. Многие случаи были, когда медицинский центр рассылал смс-ки нежелательные населению. Данный факт был зафиксирован. Привлечь к административной ответственности, к сожалению, медицинский центр сразу было нельзя. Было объявлено предупреждение, но после того, как это предупреждение было вынесено, практика рассылки нежелательных смс-сообщений продолжилась. И вот уже данный хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности. И вроде бы дело стало получше. Ну вот, будем отслеживать. Я так понимаю, это штраф был в описании? Да, административная ответственность это штраф, который налагается от имени государства антимонопольного органа. А можно узнать сумму штрафа? Или это в каждом конкретном случае... В каждом конкретном случае штраф назначается индивидуально, а я могу сказать минимальное наказание. 100 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства максимально 500 тысяч рублей. Юрий Николаевич, спасибо вам большое за то, что нашли время. Пришли к нам, ответили на вопросы и вот так приоткрыли немножечко завесу тайны на будущий год. Спасибо вам за то, что вы меня пригласили. Еще раз я всех поздравляю с Новым годом. Желаю счастья, личного счастья, здоровья, успехов в работе. Ну и чтобы дети, внуки тоже были счастливы. С Новым годом. Спасибо. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова